Сегодняшняя тема у нас — это этапы отношений, этапы развития отношений. Сергей Филинов. Пастор, религовед, кандидат наук, преподаватель, коуч. Автор учебных курсов, программ и тренингов. Автор и популяризатор церемонии «Истинная любовь ждёт». Консультант по программе предбрачной подготовки. Женат, воспитывает трёх дочерей. Редактор субтитров А.Семкин Что необходимо? На первом этапе найти подходящего человека. Вот его установка. Да, если я говорю о семейных отношениях, о том, что я хочу иметь мужа, жену, я буду искать подходящего человека. Знаете, человек выходит, представьте себе, в мир, в пространство, где есть другие люди, и вот начинается такая своеобразная охота. Где этот подходящий человек? Он ищет, он имеет какие-то представления о том, как он должен выглядеть, что здесь очень важно. И вот в какой-то момент такой человек находится. И, наверное, следующий этап здесь – это такой очень естественный этап – влюбиться. Это, значит, чувства. Они поднимаются, они возрастают, они присутствуют. Что-то тянет к этому человеку, которого так долго искал. Следующий этап, который наступает – это постепенно. Это, может быть, даже незаметно, но когда все надежды, переживания, которые связаны с счастливым будущим, они переносятся на этого человека, с которым ты развиваешь отношения. Каким образом? Ну, раз я искал подходящего человека, и вот я его нашел, и у меня есть такая привязанность уже к этому человеку, мне приятно проводить время, мы хорошо общаемся, то, конечно же, когда мы будем постоянно вместе, тогда уже точно все произойдет. И вот это и есть переложить надежду на то, что счастливое будущее будет, оно состоится, переложить ее на другого человека. Но потом происходит следующий этап. Рано или поздно происходят какие-то сложности, какие-то сложности, разочарования, проблемы. И вот тогда может прийти действительно отчаяние определенное. Вроде бы тот человек, которого я искал, и он должен бы быть подходящим, потому что он мне подходит, и я вот могу с ним развивать отношения. Вдруг не оправдал моих надежд. Все крушится. И тогда в этом случае что? Ну, тогда, наверное, снова надо начинать с первого шага. Найди подходящего человека, второй влюбиться, и третий, опять возлагая на него надежды. Но специально говорю об этой схеме, потому что она какая-то замкнутая, и она не совсем правильная, хотя многие ей пользуются, подсознательно пользуются. Но я хотел бы сегодня, когда мы говорим о Божьих принципах, о том, что есть библейский способ развития отношений, предложить в противовес этой схеме другую схему. И звучит она не в том, что в первую очередь найди подходящего тебе человека. В первую очередь это стань сам подходящим человеком. В послании Ефесянам, пятой в главе, мы читаем о том, что мы призваны подражать Богу. Вы можете открыть это писание, почитать, подробнее ознакомиться, но основная мысль, она заключается в том, что каждый из нас, каждый верующий в Бога призван подражать Богу и жить в любви. Так вот, этой жизни любви, подражанию Богу, это то, к чему мы призваны научиться. И каким образом мы призваны научиться? Ну, прежде всего, познавать самого Бога. Он возлюбил нас, и мы можем научиться любить других людей, быть приветливым, быть заботливым, быть щедрым. Вот эта вот жизнь в любви, которую Он нас призвал, это и есть хороший шаг, чтобы подготовить себя, прежде всего, для будущих семейных отношений. Обратите внимание, в этой схеме другой порядок. Это не я ищу подходящего мне, а я себя готовлю для будущих семейных отношений. Этому надо учиться, надо учиться отдавать себя, жертвовать собой, учиться слышать, в чем другой человек нуждается больше. И именно это ему давать, а не то, что у нас просто есть в избытке. Жить в любви — это прощать, когда другой, возможно, срывается из-за чего. Это прощать и идти навстречу. Может быть, кто-то в обиде, и у тебя есть основания обидеться тоже, но ты оставляешь это в сторону и говоришь, но я все равно буду строить взаимоотношения. Вот это и есть жизнь в любви. Здесь есть конкретные поступки, которые мы учимся совершать, в которых мы возрастаем. И потом мы можем действительно находить тогда другого человека, он приходит в нашу жизнь. Но вот здесь еще один важный момент. Мы не возлагаем на человека те ожидания, которые у нас есть на семейной жизни, те надежды. Мы прежде всего возлагаем их на Господа. Обратите внимание, возлагая их на Господа, доверяя Господе, я доверяю, что тот, кого ты привел в мою жизнь, это действительно твоя совершенная воля. И ты же, Господь, дашь благодать необходимую, силу необходимую, чтобы мы преодолевали те разногласия, которые есть. И вот хотел бы подчеркнуть еще раз, даже если в этом случае, когда возложили вы надежду на Господа, что взаимоотношения будут развиваться, будут правильные, даже если постигает, ну, так скажем, тоже разочарование, что, ну, не складываются взаимоотношения. Я вас в одном могу уверить, вы ничего не потеряете, потому что вы будете продолжать работать над собой. И даже если вы откроете, что это не Божья воля для конкретно вас, для вот пары, для вас, конкретных двух людей, вы все равно дальше сможете развивать взаимоотношения тогда с другим человеком. Но делайте это во свете Божьем. И при этом вы действительно можете и остаться друзьями, и самыми вы обретете очень важный жизненный опыт. У нас сегодня в студии гостья Татьяна Шлитгауэр. Она служитель церкви 21 века. Татьяна Шлитгауэр, служитель церкви 21 века, лидер домашней группы, воспитывает троих детей. Вот молодой человек, девушка молодая, развивает отношения. И хотелось бы узнать, а вот каков ваш взгляд на то, что один из способов развития взаимоотношений, они видят через свидание? То есть вот ходить на свидание. Как вы считаете, уместно это, правильно? У меня такая картинка из какого-то фильма всплывает, как какого-то старого фильма, как парень и девушка идут на свидание в какой-то то ли еврейской семье, то ли какой-то греческой. И они идут, и за ними весь клан идет. То есть они садятся, общаются, и вокруг родственники все сидят и наблюдают. Вы знаете, это такой вот интересный момент. На самом деле свидание, понимаете, мы живем как бы в современном мире, и у нас уже начинают ценности мирские, христианские, они где-то начинают смешиваться, и мы часто бывает не понимаем, как правильно, как неправильно. И такое вот понимание, мы встречаемся у людей, оно мирское, понятие встречания, оно мирское, потому что мы либо жених и невеста, и мы уже идем к отношениям, то есть идем к браку, мы подготавливаемся к браку, либо мы еще думаем стать нам женихом и невестой. А вот этот вот момент встречаемся, это как бы он не подразумевает ни то, ни другое, то есть он подразумевает вообще что-то третье. И по поводу этих свиданий я бы сказала так, что это хорошо иметь романтические встречи, но это должны быть встречи, во-первых, они не должны становиться идолом, как часто у людей бывает, они влюбляются друг к другу, они хотят все время друг с другом проводить. Это неправильно, почему? Потому что они начинают забывать то, что им нужно делать в их жизни ежедневные какие-то вещи, потому что жизнь продолжается, обучение продолжается, работа продолжается, служение продолжается, и очень часто мы видим, что эти свидания, они начинают занимать так много времени, что люди начинают из всего выбывать. Но страдают трудивые, да. Но это не помогает им узнать друг друга на самом деле, потому что они уже начинают, они уже вступили в отношения, в душевные, серьезные отношения, и они уже, можно сказать, даже не имея там физического контакта, они уже живут как муж и жена, потому что они все время вместе проводят. И это тоже может мешать тому, чтобы человеку сделать правильный выбор в своей жизни. То есть если люди влюбились друг в друга, да, и они хотят начать отношения, то очень важно выдерживать этот баланс. И как мы говорили в другой передаче, что не нужно оставаться наедине, да, то есть не нужно физические контакты иметь. И свидание, это все-таки должно быть где-то в людных местах, не в замкнутом пространстве, не оставаться наедине где-то в квартире или даже в машине, потому что это все может спровоцировать какие-то уже вещи, которые приведут к последствиям. И я не советую, например, молодым парам, когда к нам приходят за советом, я не советую очень много времени проводить наедине, потому что должно быть время на подумать. И в этих отношениях это очень важно, чтобы у человека, и у мужчины, и у женщины, чтобы у них было время оценить вообще те взаимоотношения, которые они имеют. И время, чтобы принять правильное решение, вообще даже просто в молитве пребывать, и в общении с Богом, да, и в общении с друзьями, в общении с людьми. Вот это очень важно. И общение тоже, оно должно как-то быть таким сбалансированным, потому что вот так много я встречаю пар, которые, они теряют баланс, и у них начинают очень сильно перевешивать эмоциональная часть, и они начинают, вот когда вот эти у них свидания частые происходят, они потом долго не могут вообще даже к свадьбе прийти. Они начинают долго встречаться, ходить вдвоем, они все вдвоем, вдвоем, и потом проходит год, два, три, и ты смотришь, пара вообще распалась, ничего не произошло, и три года прошло, и спрашивается, зачем вообще все это было. Ну да, каковы последствия потом, когда такое происходит. Да, потому что это очень важно, да, чтобы то общение, которое вы имели, да, чтобы вы имели их в обществе людей, чтобы вы видели друг друга, как каждый человек проявляет себя, как в деле себя проявляет, как в общении с людьми, как в общении с детьми. Это очень важно. Вот, нельзя замыкаться друг на друге. Да, спасибо большое за такой очень развернутый и подробный ответ, Татьяна. Я думаю, это очень хороший совет для всех молодых людей, которые хотели бы иметь хорошее, крепкие, здоровые отношения, любви. И поэтому, пожалуйста, давайте прислушаемся к этому совету. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!